Крокодиль Аттракцион «Рыбалка» лишний раз развлекает и туристов, и самих крокодилов. Но основное зрелище, которое собирает полные трибуны, это, конечно, шоу крокодилов. Обратите внимание на этого важного вышагивающего зверя. Конечно, он не так проволен, как в воде, но тем не менее, грациозный выход в свет, точнее, на солнышко. И вот оно, счастье до кончика хвоста. Любые опасные шоу начинаются с того, что артисты обращаются к своему богу за помощью и защитой. Такие представления есть в Таиланде на всех крупных крокодиловых фирмах. И то, что показывают артисты, во многом схоже. Эта смелая девушка не просто тягает хвостатое чудовище. На самом деле, она изучает ее намерения, повадки. И что от него сегодня можно ожидать в плане работы. Согласен он работать на публике, или лучше его сегодня не трогать вообще. Ведь крокодил тоже божья тварь. И неизвестно, с какой лап он сегодня встал, и что у него по гороскопу. К тому же, столь неуклюжие на суше свои стихии, ведь и кровожадные хищники быстрые и опасные. Обычно около трети всего времени уходят на физическую разминку и подготовку животных. Надо сказать, что таких вот шустреньких, очень активных крокодилов до этого мы не встречали. От Дарьи начинается самое интересное и опасное. От добродушной улыбки до страшного клацания в пасти один миг. И главное, чтобы крокодил не сделал это в самый неподходящий момент. А поднять зубами за нос современного динозавра может себе позволить далеко не каждый дрессировщик. И хрупкая юная красавица бесстрашно доверяет свою прелестную головку этому хищнику. А ведь достаточно одного неосторожного движения, и даже страшно подумать, во что превратит крокодил ее личика. И вот оно, настоящее цирковое искусство. Замечательная улыбка в пасти чудовища, в окружении крокодилов. Смертельный трюк, что и говорить. Часто можно видеть и такое. Денежку от зрителей дрессировщик кладет в пасть крокодилов, в самый надежный сейф. Главное, чтобы потом зверь добровольно отдал чаевые. Закончено представление и радует хэппи-энд, когда и артисты целы, и зрители довольны.